Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В преддверии рождественского поста мы захотели поговорить с практической точки зрения об исповеди, как ее правильно организовать, как ее правильно понимать, в чем заключается ее содержание сущности. Вот сегодня вторая передача посвящена этой теме, и беседуем мы с клириком собора Петра и Павла, с отцом Николаем Зимовым. Здравствуйте, Борисович. Здравствуйте. В прошлый раз мы хотя и обещали, что мы начнем какой-то разговор об исповеди именно с практической точки зрения, все равно у нас получилось некое теоретизирование о ней, то есть мы поговорили о том, все-таки, как мыслить себя в отношении к Богу, как мыслить Бога в отношении к себе, именно в момент, когда мне нужно просить у него прощения, когда мне важно лучше, да, заменим слово «нужно» и «должен» на слово «важно», когда мне важно у него попросить прощения. Ну вот я в прошлой передаче, ее заканчивая, пообещал, что мы начнем с провокационного вопроса. Понятно, что мы два священника, мы знаем ответ на этот вопрос, но очень часто эти вопросы звучат от людей, скажем, в светских аудиториях. И вот, например, такой вопрос. Вот когда человек приходит на исповедь, опять же, мы говорим о том, что Бога он не видит, Бога он не слышит, Бога он не ощущает. Ну, может, ощущает, но пока как бы гадательно, как говорил апостол Павел, сквозь тусклое стекло. И слово «прощаю» он все-таки слышит от священника. И вот тут вот вопрос, а не является ли это все некой игрой разума? Ну, то есть, таким эффектом плацебо, самовнушением, да, что человек взял, услышал «прощаю», ему становится легче жить. Второй сопутствующий вопрос. У Высоцкого есть замечательная песня про индусов, которые придумали очень удобную религию. Вот про нас христиан тоже говорят, что мы очень удобно устроились. Грешишь, каешься, грешишь, каешься. Словно говоря, сегодня напился, жену избил, завтра спокойно на исповедь пошел. В фильме «Балабанова» я тоже хочу, тоже вот фильм-то начинается с этого, не смотрели этот фильм? Когда, значит, бандит, то есть, опять же, ситуация каких-то девяностых, Балабанов любит этих персонажей, бандит, какой-нибудь поэт, музыкант, вот, какая-нибудь девушка социально безответственная, вот. И, в общем, да, и этот бандит в бане встречается со своим другом-музыкантом, тоже так говорит. «А я вот сегодня трех плохих человек убил, ну, потом пошел на исповедь, причастился, вот сейчас сижу, тело отмываю в бане». Вот это вот тоже очень удобная какая-то позиция. Нас христиан вот как бы пытаются уязвить и задеть, говоря, что «А не пробовали вообще не грешить?» Ну, условно говоря, да? Не пробовали, вот, зачем нужно себе придумывать некий такой отступной путь, зная, что вот можно согрешить, а потом покаяться? А некоторые даже так и говорят, не согрешишь и не покаешься, то есть, даже оправдывая тем сам по себе грех. Вот как мы ответим на два этих вопроса? Сложнейшие вопросы. И я бы начал с того, что есть несколько точек зрения на то, как изменилась природа человека после грехопадения. Вот, я думаю, что подобного рода вопроса задают люди, которые знакомы и для себя считают правильной позицию все-таки католическую. позицию, которая особенно расцвела у Августина Блаженного, и которая говорит о том, что природа не очень сильно изменилась у человека после грехопадения. Да, было грехопадение, мы отпали от Бога, но человек может как бы преодолеть эту пропасть и благодать Господь дает. То есть, такое позитивное, позитивное такое богословие, что да, грехопадение, конечно, оно внесло там разрушающий вклад, но не сильный. Вот, все-таки восточное богословие, богословие восточных отцов, оно, как мне кажется, более трезво смотрит на вещи. Природа человека очень сильно искажена, очень, это гигантское, это, ну, то же самое, что, грубо говоря, человек вот в здравии и в коме, ну, это слабый образ, то есть еще больше. Вот это в виде невосточных отцов. И, конечно, если мы, как бы, позитивную точку зрения западных отцов возьмем, то становится, ну, да, исполнить становится удобным инструментом таким, что ты вот согрешил, покаялся, как получил там психологическую какую-то, да, вот такое, как вот в случае с этим бандитом, какое-то облегчение психологическое получил, да. Но большой вопрос, получил ли прощение. Потому что, как пишет Симеон Новый Богослов, если ты перестал творить грех, значит, Бог тебя простил. Можешь, говорит, даже на исповедь не идти с этим, конкретно с этим вопросом. Вот это очень другой взгляд, да. И, взгляда позитивным, становится, да, не очень понятно, зачем нам вообще исповедь тогда и нужна. Но будем помнить, что это только одна из точек зрения. То есть, скорее всего, люди не знакомы с другой, по которой грехопадение кардинально переменило человека, разрушило его практически до основания. Образ Божий внутри человека очень сильно замутнен. И в такой ситуации говорить, что я могу обойтись без этого или попробуй, не греши, это то же самое, что говорит человеку в коме, а ну-ка попробуй, ножкой подвигай. Ну что же, ты лежишь прямо, как удобно ты устроился. И кормят тебя, и аппарат искусственного дыхания, и еще там чего-то. Ух, какой ты молодец. А вот ты попробуй, побегай. А вот видишь, ты не бегаешь, значит, тебе это все и не нужно. Ну там дальше, да, соответственный вывод, что и вера ваша, в общем-то, тщетная. А может ты просто притворяешься. Вот мы, видишь, какие живые и безгрешные. И на исповедь не ходим. А ты вот выбираешь путь греха и оправдываешь себя тем, что, конечно, как и любой вещью, Богом данной, мы можем пренебрегать или использовать ее не по назначению. Человек, который убивает вечером, утром кается, причащается, на следующий день то же самое делает, он пренебрегает Божьей любовью, он сам себя разрушает. Потому что, как говорит апостол, я не помню, у Иоанна или у какого-то другого апостола в послании это написано, что если мы, отказавшись от греха, сами потом приходим к греху, то где мы будем ожидать, откуда мы будем очищения? Мы не имеем больше извинения о грехе. Если, сделавшись в Боге праведными, сами потом себя мараем грехом. Это очень сложный вопрос. Это как бы богословская подложка, откуда рождаются такие вопросы. А есть еще практическое измерение, когда если я понимаю, что моя природа искажена, и я нуждаюсь в прощении, во-первых, если я болею, то я не могу не болеть. То есть состояние греха – это болезнь моей природы. И как бы я ни желал, это то же самое, что человек гриппует, у него 38, говорит, а ты вот возьми, и пусть у тебя будет 36,6. Можем ли мы усилием воли снизить температуру? Христос говорит, да даже волосы не можешь, не можешь рост себе прибавить, даже на локоть. Это ерунда. Для дерева, для бамбука локоть – это ерунда. Он в день на локоть растет. А ты не можешь как человек. Так что же ты тогда… То есть есть много вещей, которые я не могу. И в частности, одна из трагедий, нравственной трагедии нашей жизни, даже если я хочу не грешить, я не могу этого не делать. И апостол Павел даже об этом пишет. Пока я в теле, я неизбежно согрешаю. А если я разрешусь от тела и буду с Богом, и мне будет лучше, я перестану грешить. Таким образом, смерть, она как бы является такого рода переходом в другое состояние, где грех невозможен. И для нас это благо. А вот первая часть вопроса, как бы мы на нее ответили. Про то, что мы… Ну да, мы приходим очень часто, нуждающиеся в этом… Очень важном для нас слове «прощаю». Потому что в этом слове «прощаю» как будто бы заново начинается наша жизнь, потому что нам как будто бы дают шанс. Вот. Шанс на новую жизнь, шанс на то, что мы исправимся. Поэтому, например, многие из отцов, в том числе, говорили, что еще и не только мы верим в Бога, но и Бог верит в нас, и мы эту веру, собственно, хотим испытать, насколько Господь в нас верит. Но, опять же, остается открытым вопрос. Я слышу ответ священника «прощаю, разрешаю». Как мне расслышать ответ Божий? И не является ли это, ну, вот играми разума моего? То есть мы, с одной стороны, говорим, что нужно, значит, отказаться от, например, молитвы не Богу, а своим представлениям о Боге. То есть когда мы, например, экстраполируем свой личный опыт отношений, например, с отцом. С отцом жестоким, с отцом нелюбящим, непрощающим, который меня там об колено ломал в психологическом плане. Вот. Мы экстраполируем эти отношения на Бога. И мы говорим, вот этого делать нельзя, потому что Бог — это не такой отец, он совершенно иной отец. Но, с другой стороны, качели могут качнуться в другую сторону. И мы можем себе, опять же, нарисовать Бога. Ну, например, вот, вечно милующего, такого сентиментального старичка, который там все время гладит по головке, он тебя все время там прощает. Вот. И тут возникнет другая крайность, например, паразитация на такой любви, опять же, которая приведет к логике «не согрешишь, не покаешься, ничего страшного», там, и так далее. Бог наш любящий. Вот. Как вот отказаться от своего представления о Боге? И как отказаться вот от этого? И не является ли исповедь, в свою очередь, эффектом плацебо? Когда мы слышим от батюшки «прощаю» и включаются какие-то тумблера, что самые успокоительные. Ну, сложный для меня вопрос, потому что я не вижу ничего в этом плохого, если человеку станет легче. Даже пусть это будет, ну, неким психологическим эффектом. Слова, они имеют свою силу. И слово «прощаю», оно имеет свою силу. Тут даже, я думаю, не столько дело в эффекте плацебо, но сколько дело в том, что... Ну, тогда бы он с такой же долей вероятности мог бы пойти к психотерапевту, лечь на кушетку, и психотерапевт бы ему рассказал, исходя из той школы, в которой он работает, что, да, там, например, прошлое забыто, будущее закрыто, надо жить настоящим. Но он бы не сказал ему «прощаю». А он бы сказал, что вы должны себя простить. В психологии, да, в том и заключается, что там нет вот этого выхода. И ни один психолог, я думаю, ну, редко. Ну, может быть, такое тоже случается в исключительных каких-то случаях, в каких-то школах близких к христианству, к христианскому пониманию души человека. Но мне трудно представить психотерапевта, который говорит тебе, я тебя прощаю. То есть это не их прерогатива, и человек это понимает, что он не может, да. И если человеку говорится, что ты должен себя простить, это тоже непонятно. Вот тут вот как раз больше игры разума, что я себе придумаю себя, который сам себя простит. Это трудно представить себе. Поэтому прощение, которое звучит извне ко мне обращенное, оно меня... И, кстати, может быть, и в этом тайн, ну, загадка там, или, да, одно из свойств, там, смыслов отрывка из апостола Иакова, когда он говорит друг другу, исповедуйте согрешение друг другу. Вот там имеется в виду-то друг другу. Нет, это у Павла даже. Да, да, у Павла это... Нет, это как раз Иакова. Да? Да. Друг друга, да, исповедуйте согрешение ваше. Вот. Это же вот как раз мы берем и перемещаем немножко акцент, да. То есть нуждается ли Бог в исповеди? Вот в том, чтобы я назвал нечто вслух, чтобы я что-то проговорил, чтобы я начал называть какие-то свои оплошности. Тогда, получается, я как-то Бога информирую? Тогда следующим этапом, получается, что Бог чего-то обо мне не знает? Ну, да, вот, кстати, интересный вопрос, и тоже хотел бы его осветить, потому что часто люди так и понимают. Ну, что я пойду на исповедь, потому что Бог обо мне, безусловно, все знает. И я с Ним как-то могу помолиться и попросить прощения. Что это даст мой приход на исповедь? Кроме того, что батюшка услышит мои грехи, и неизвестно, как он с этой информацией поступит, да. То есть особенно тревожно, если человек никогда не ходил. А вдруг там, на самом деле, человек посмеется над ним или осудит его. Это тоже очень травматично. Но как я это вижу в ситуацию? Да, Бог все о тебе знает. Но ведь Бог не нарушает нашей свободы. И у меня такой вот образ совсем недавно родился, такой стоматолога. То есть если у меня есть кариес, да, и он болит, да, если я ощущаю, что мне нужно, чтобы его полечили. Как проходит процесс лечения? То есть я просыпаюсь, кто-то сверлит мой зуб, да, или я иду по улице, кто-то меня, значит, хватает, пеленает меня, и тут же на улице подкатывает бор-машину и начинает мне делать опера, да, нет, такого мы не можем представить. То есть мою свободную волю никто не насилует. Я добровольно прихожу в больницу, не домой ко мне врач приезжает. Я добровольно прихожу в больницу, ищу врача, там, желательно проверенного, чтобы сделал хорошо, и подписываю несколько бумажек, там, о персональных данных, о том, что я согласен, что мне проведут вот это вмешательство медицинское. Я осознаю риски, что там будет обезболивание и так далее. То есть я даю согласие, своя рецепция на то, чтобы меня полечили. А потом еще терпеливо жду достаточно неприятные, там, пусть сейчас уже не столь болезненные, сколько просто неприятные моменты, для того, чтобы потом еще денежку за это отдам в знак благодарности. Вот то же самое и с душой. Есть у меня какой-то грех, который я уже сам осознаю как грех, потому что есть и те, которые я не вижу. И я хочу от этого исцелиться. Что я должен делать? Сам с собой поговорить, чтобы там кариес тоже, заговаривать что-либо там. Ну, пройди там, ну не боли. Ну, представь, что все, я тебя полечил. Жвачкой залепить, да, еще там что-то придумать. Ну, ничего, это не работает. И так же с исповедью. Ты приходишь не для того, чтобы батюшке что-то интересное, пикантное о себе рассказать, да. Не для того, чтобы Богу что-то поведать, чего он не знает. Ты приходишь на исповедь исключительно для того, чтобы сказать, да, Господи, я это осознал в своей душе как боль, как проблему, как болезнь. И я прошу тебя помочь мне в этом, исцели меня от этого. И вот здесь вот как раз помощь Бога, которая будет направлена на твою душу, чтобы она исцелилась, не будет таким вторжением, не будет нарушением твоей свободы. То есть Бог бы, конечно, мог и в режиме онлайн, так сказать, исцелять все наши грехи и страсти. А мы бы продолжали это делать, как бы вот не осознавая, да. Но это не было бы свободной жизнью ответственной. Не было бы в этой жизни нашей ответственности, потому что свобода, в первую очередь, это ответственность за свою жизнь. И Бог не нарушает нашей свободы. Он настолько не нарушает, что даже та зона, которую он называет грехом, и в которой смерть, на самом деле, для человека, она открыта. Там нет колючей проволоки, ты все равно туда можешь пройти и какую-то дозу этой радиации принести потом обратно. Но сам факт возвращения, что я осознал эту беду, Господи, я прошу исцеления, потому что я сам, во-первых, не могу себя простить. И часто даже с верующими людьми так бывает. Человек понимает, что Бог его простил, он уже этот грех исповедовал. Но сидит некая заноза, которая сама, человек сам себя не может простить. Вот мы взяли когорту людей, которые приходят с осознанием того, что болит и что нужна какая-то помощь извне. Очень часто возникает вопрос у людей. Вот я хожу, хожу, исповедуюсь, исповедуюсь, а грех никуда не уходит. И с одной стороны мы можем сказать, что есть люди, которые действительно на исповедовании ставят точку, на приходе и рассказе о своем грехе, ставят точку. То есть больше ничего с ним не делают, никак не борются и так далее. Но вот, например, есть житие Иоанна Многострадального, по-моему, если мне память не изменяет, Киево-Печерского, который, значит, пришел с блудной страстью. И блудная страсть его одолевала, вообще просто не мог человек вообще сам с ней совладать. Он пришел в монастырь, постригся, думает, вот сейчас это мне поможет, и буду целый день в молитве пребывать аскетом, отшельником и так далее. Не помогает. Он уходит вообще даже от монахов, уходит в дальнюю пустынь. Не помогает. Он пришел, вернулся, начал жить вот в этом Печерской этой кладбище, в этих пещерах с мертвецами. Не помогает. Закопал себя по шею. Начал какие-то радикальные аскетические практики реализовывать. Не помогает. Пока в конечном итоге вот Христос не явился. Вот в этом случае, вот интересно, как мы бы мы ответили не про Иоанна Многострадального, а вот ответить на вопрос людей. Ну что, вот я хожу, а грех никуда не девается. А потом, если человек, например, начинает быть честным перед собой, ну о чем мне ходить, если ничего в моей жизни не меняется? Да. То есть, если я переведу на язык образов, да, которые жизненных, то придя к стоматологу и исцелив кариес, человек потом не имеет права заболеть снова. То есть, что же, второй раз, что ли, эти зуб лечить? А если... Одно дело, когда кариес возникает раз в год, другое дело, когда кариес возникает каждый день, каждую неделю. Вот. Да, тут сложнее. И тут, конечно, я думаю, что надо проговорить такую вещь, что наш... Темп нашей жизни делает, ну, искаженным представление о покаянии. Вот, например, раньше люди, чтобы там императрица доехала в Крым, там прошло несколько месяцев на карете, да, сейчас мы можем из любой точки, там, в принципе, России, на самолете, там, меньше, чем за сутки там оказаться. То есть, очень выросли внешние скорости, информационные скорости, даже просто скорости перемещения нашей по поверхности Земли, они очень сильно выросли. И у нас создаются ложные представления, что такие же скорости должны быть и в духовной жизни. Ну, я же покаялся, я же вот исповедовал грех, значит, в ту же секунду все должно внутри меня перевернуться. Вот с такой же скоростью, с какой там летит самолет, с такой же скоростью в моей душе должны происходить перемены. Но ведь Христос говорит, что Царство Божие подобно зерну. То есть, мы похожи на Карсона часто, который посадил семечко, и каждые пять минут раскапывает, чтобы посмотреть, проросло оно уже или нет. Все-таки, может, проросло, а нет. То есть, в такой ситуации не прорастет. То есть, вот именно, что исповедь и покаяние, как путь, мы должны его идти, но не должны смотреть на результат. Это сложно, конечно, себе понятие представить, но результат в данном случае от Бога, а не от нас. Вот мне кажется, даже вот дело не в том, что есть какой-то результат, например, безгреховность, или там еще что-то. Потому что, опять же, все православие соткано из каких-то парадоксов. С одной стороны, мы должны стремиться к безгреховности, с другой стороны, на отпевании мы поем «Никто без греха, только ты». Мне кажется, вот мы подошли, наверное, к одному из самых важных выводов сегодняшней встречи, что вообще исповедь покаяния, лучше так говорить, то есть исповедь — это конкретный механизм проговаривания вслух своих грехов. То есть, в этом смысле мы можем исповедовать свою любовь к родине, исповедовать веру, можем исповедовать свои грехи. То есть, это просто проговаривание чего-то вслух. Это практика, которая нужна самому человеку, в первую очередь для того, чтобы навести фокус внимания где-то на то, что в тебе есть некий изъян. А вот само покаяние — это тот путь, который мы идем к Богу, потому что цель-то не наша безгреховность, а цель — наша встреча с Богом, которая произойдет или не произойдет в зависимости от того, насколько я смогу Бога слышать, говорить с Ним, разглядеть Его. И покаяние — это как раз путь длиною в жизнь, который формирует определенное умозрение, миро-воззрение, миро-отношение, отношение с людьми, то есть, который наводит фокус не столько на грех, сколько именно сводит этот фокус внимания вообще с меня, любимого, и наводит его на кого-то другого, на человека, на Бога. Отец Николай, сегодня закончена наша передача. Вот в следующий раз я предлагаю как раз поговорить о том, что исповедью не является. Потому что, и это, думаю я, для наших телезрителей, будет большим удивлением для большинства тех, кто ходит на исповедь. За сегодняшний эфир вас благодарю. Ну а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До следующего вторника. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин